Из исправительной колонии в Йемве сбежали заключенные. Правда, далеко вооруженным и опасным бельцам уйти не удалось. Спустя несколько часов преступники были пойманы. В операции по задержанию участвовали более ста сотрудников сводного отряда Кнешпогостской оперативной зоны и отдела специального назначения ГУФСИН ПАКОМИ. За тактико-специальными учениями наблюдал наш корреспондент Евгений Ракин. Дерзкий побег совершили четверо осужденных из колонии строгого режима в Йемве. Приблизительно в 6 утра они напали одинчасового, убили его и завладели оружием и боеприпасами. Затем, воспользовавшись замешательством караула, скрылись в направлении лесного массива. Личный состав понят по тревоге. По горячим следам направлена группа преследования со служебной собакой. Для розыска и задержания бежавших задействован сигнал «Вулкан-5». Все выезды из города перекрыты. Вскоре беглецов обнаруживают в 4,5 километрах от колонии. Однако задержать преступников не удалось. Те, заметив приближение сводного отряда, открыли огонь на поражение и ранили одного сотрудника. Далее преступники разделились. Двое выдвинулись в направлении железнодорожной станции, чтобы покинуть пределы республики. Еще двое, вооруженные автоматом, направились к торговому комплексу с целью захвата заложников и выдвижения своих требований. Эта затея отъявленным головорезом удалась. Вместе с заложником осужденные засели в одном заброшенном здании неподалеку от детского сада. Незамедлительно силы сводного отряда были переброшены, а район отцеплен. Дошкольное учреждение взято под охрану. Начальник оперативного штаба начинает переговоры. Конечно, все действия статистов, играющих роль бежавших, и сотрудников оперативной зоны, которые должны разыскать и задержать, проходят по заранее принятой схеме. Но реальная жизнь тем не отличается от учений, что в ней все может пойти не по плану, говорят специалисты. Поэтому инструкторы в ходе спецоперации то и дело усложняли задачу испытуемым. Сегодня мы носили некие поправки в легенду, меняли обстановку, как было уже сказано до меня. Какие-то неожиданные моменты для сотрудников спецназа, для самих сотрудников. Допустим, я дал команду имитации осужденных, чтобы, заметив сотрудников, которые не скрытно передвигаются, открывали стрельбу по ним. Соответственно, каждая стрельба, оценка на балл снижается в учреждении. Такие были условия. От этого задержания выглядело со стороны очень даже правдоподобно. Пусть выстрелы и холостые, зато взрывы очень даже оглушающие. Переговору положительных результатов не дали. Принято решение о захвате. Молниеносные действия отряда специального назначения САПСАН застают врасплох, потерявши со временем бдительность преступников. Заложники освобождены, террористы к конвоям отправляются в следственный изолятор. Учеба, как вы видели, и с применением специальных средств, и с холостыми патронами, и с другими средствами, которыми мы не пользуемся при выполнении задач службы. Но этих случаев пока у нас не было. Побегов, убийств, сотрудников часовых. Поэтому я думаю, что их и не будет. Мы проводим большую профилактическую работу, чтобы их не было. Но должны быть готовы. На железнодорожной станции тем временем успешно задержана вторая группа беглецов. В целом, по оценке руководства региона Новогувсин, учения прошли наудовлетворительно. Конечно, есть некоторые недостатки, особенно в плане взаимодействия подразделений. Но, как говорится, не ошибается лишь тот, кто не работает. Евгений Рагин, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Книжпогодский район.